Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сейчас мы с вами едем в магазин. Я хочу прикупить миска, свининки и приготовить чариса. Меня уже столько раз просили приготовить эту колбасу, что я наконец-таки сдался. Почему отказывался? Дело в том, что на мой вкус чариса, это, ну, по крайней мере, те разновидности, которые я пробовал, это колбаса, которая хороша в приготовлении блюд каких-то, при добавлении чего-то. То есть, когда ее достаточно небольшое количество добавляется куда-то, и она, да, тогда она за счет своих сильных вкусов, большого количества пряностей, так хорошенько скрашивает все это дело. А в чистом виде есть ее не очень захочешь. Так вот, учитывая, что для приготовления каких-то блюд ее нужно небольшое количество, то заморачиваться и готовить дома ее, учитывая, что выбор богатейший в Испании здесь, я не хотел. Ну, раз вы просите, давайте покажу. Что касается разновидностей. Она бывает сыровяленая, она бывает сырокопченая, она бывает просто сырая, так называемая чариса-фреска. Скажем так, в основной своей массе рецептов чариза, сразу скажу, миллион. У меня вообще такое впечатление, что испанцы, немало не стесняясь, называют чариза любую колбасу, в которую просто навалили побольше паприки. Вот, что касается основных, так сказать, моментов, чариза готовят и в Испании, в Португалии, и в Южной Америке. Ну, в Мексике, наверное, в основном. Вот. И испанская чариза, ну, по крайней мере, вот все эти виды, что я встречал, она готовится только из свинины. В Южной Америке, в Мексике, то, что я читал и видел, бывает, что готовят с добавлением говядины, или, наверное, даже только из говядины. Вы не обращайте внимания на мой хриплый голос, я подпростыл. У нас в Испании, наконец-таки, началась зима. Кстати говоря, здесь в Испании бывают две зимы. Одна вот сейчас, конец ноября, начало декабря, длится приблизительно неделю. А вторая зима, наверное, в конце февраля начинается, и тоже неделю, там, две недели ее продолжительность. То есть, в течение этого времени вот такое вот серое небо, дождь, то слабенький, то сильный. И, в общем-то, улицы мерзко и сыро. Вот. А вообще, где-то, наверное, с конца ноября и до середины февраля среднедневная температура в основном колеблется вокруг 14-15 градусов. Днем, вечером выпускается, после пяти часов вечера и до утра, где-то до девяти утра, температура на уровне плюс шесть, плюс восемь, плюс девять, вот так вот. Ну, иногда, раз в три года, раз в пять лет, выпадает снег. И этот снег бывает даже, там, час-два держится. И вот у нас сейчас обещают такую вот снежную неделю явили. Впрочем, я заболтался, мы уже подъезжаем к магазину. Сейчас вот зайдем и прикупим у моего знакомого мясника все. Стоит от ассина до иберика. Много-200 граммов. Стоит от ассина? Да. Стоит от ассина. Стоит? Стоит от ассина. Стоит от ассина для чарисса. Обратите внимание, сколько у всякой разной. Чарисса, дульса. Это сыровяленая. Чарисса пиканте, то есть острая. То есть дульса сладкая, пиканте острая. Какая у нас здесь еще есть? Всякие фуэты есть. О, смотрите, тоже чарисса. Это иберико-белотто. То есть это из-за иберийской свиньи сделанная. Кассольтичоны. Это у нас фуэты. Ланганисы. Вот такая вот ланганиса в черном перце. И такая. Ну, все, что хотел взять, взял. Пойдем на кассу. Вчера я добрался до дома и отправил мясо в холодильник, а сало в морозильник. И сейчас уже нужно все измельчать. Я для этих целей выбрал самую крупную решетку на мясорубке из имеющихся у меня. Диаметр отверстия 8 миллиметров. И то, чтобы это было очень важно, испанцы рубят мясо и на 3-х миллиметровых, и на 5-ти. Но мне нравится покрупнее. Я вполне допускаю, что рано или поздно соответствующие органы Испании примут закон, согласно которому наименование чириза можно будет присваивать какому-то определенному типу колбас. Или определенному рецепту. Но пока так называют практически любую колбасу, в которой злоупотребили паприкой и добавили подкислителя, сухого вина или яблочного уксуса. Фарш готов. Я буду готовить две разновидности. Сыровяленую, острую, через апиканты, и свежую, через фреска. В свежую колбасу испанцы чаще всего кладут исключительно поваренную соль. В смысле пряности поваренную соль. А вот сыровяленую иногда добавляют и нитритную. Я не любитель играть в русскую рулетку. Бутулизм не дремлет, поэтому в сыровяленую буду использовать только нитритную. Еще одна тонкость. Даже две. Для того, чтобы в готовой колбасе рисунок, образуемый кусочками сала, был более ярко выражен, по крайней мере заметен, нужно вымешивать исключительно руками. Забудь про механическое вымешивание. Любая механика моментально размашет сало по всему фаршу равномерно тонким слоем. И никакого рисунка вы уже не получите. Что касается набора пряностей вот в этом замечательном фарше. Обязательным здесь является, как я уже сказал, паприка красная. Как правило, используют паприку компании Делавера. Ну, или местечко Делавера. Я сегодня использовал копченую паприку Делавера. Кстати, ее можно купить у Павла Емколбаски сейчас в Москве. Он стал ее завозить. Это реклама. Вот. Что касается остальных пряностей. Полный список вы прочитаете, но этот самый набор может быть чрезвычайно разнообразен. Чрезвычайно делают как с очень бедным набором. То есть, только паприка, чеснок, соль, перец черный, красный и все. Так и очень богатый. То есть, вплоть до того, что даже орегано и корицу сюда кладут. И гвоздику. Ну, вот, в таком состоянии в фарш уже можно добавлять соль. А мне сначала нужно разделить на две части его. Соль надо добавлять в последнюю очередь. Когда все пряности уже равномерно распределены по фаршу. Эта часть у меня для свежих колбасок. Здесь поваренная соль пойдет. А вот эта для сыровяленых. Здесь нитритная. И тоже перемешать. Все вымешал и уже подготовил к набивке. Я использую колбасный шприц. Обзор его делал. Если кому-то интересно, ищите в плейлисте «Skills and Tools». Набивать буду в натуральную черевую. Это у меня свиная. Можно набивать вручную. Используя для этого дела воронку, сделанную из пластиковой бутылки. Можно при помощи специальной насадки на мясорубку. Как вам проще. Шприцом, конечно, удобнее. Ну все, набил. Это у меня свежие колбаски будут, а вот это для сыровяла. Прежде чем начинать тепловую обработку свежих колбасок, фаршу нужно дать время созреть. Иногда фарш созревает до набивки 24 часа. Иногда после, как у меня. Впрочем, зачастую вот этот самый процесс созревания длится в холодильнике и 24, и 48 часов. Иногда 72. Насколько хватит вашего терпения. А сыровяленую колбасу я отправлю на сушку. Благо у нас сейчас зима. Дневная температура плюс 14, плюс 16, ночная плюс 7, плюс 9. Так что ей нужен легкий сквозняк. Указаны температуры и влажность 70-80 относительных процентов. И дней 20 хотя бы на сушку, на вяленье, на созревание. А со свежей разберемся завтра. Оставайтесь с нами. И снова всем привет. Через у меня созрело, и на этом, в принципе, ролик может было бы закончить. Но, чтобы вам никто не предъявлял претензий... Неправильно цыдять Федор в бутербродье. Я собираюсь показать очень простенький рецептик, как раз предназначенный для такой колбаски. Итак, нам понадобятся чечевица, морковь, сладкий зеленый перец, лук, картошка, протертые томаты, ну и колбаска чириза, понятно. Этот перец действительно сладкий, сорт такой. Здесь он называется итальяна. По вкусу он не такой сладкий, какой вот бывает этот крупный обычный болгарский перец. Он скорее похож на тот, который в средней полосе России бабушки на рынках продают. Итак, начинается все стандартно. В кастрюлю наливаю немного масла и выкладываю обжариваться чириза. Пока целую, в смысле ненарезанную. И пока она обжаривается, быстро нашинкую лук. Очень быстро. И чеснок. Я про чеснок, кстати, не сказал. Да, вот чеснок тоже понадобится. Про колбаску не забываем. Ее надо подрумянить со всех сторон. И нарежу оставшиеся овощи. Морковь и перец. Чириза уже можно вынуть. Она, конечно, еще не дошла до готовности. Но мне этого и не надо. Пусть полежит пока. А в кастрюлю отправляется овощной набор. Сразу все целиком. И пусть обжаривается. Конечно же, надо периодически помешивать. Обжаривать надо до мягкости. И пока этот скучный процесс продолжается, я хочу рассказать вам про одну интересную особенность испанской кухни. Имею в виду способ нарезки картошки. Испанцы обожают так называемые домашние рецепты. Касера. Ну, в смысле, домашний. Что же они подразумевают под этим? Использование разломанной картошки. Рампер. В переводе с испанского «рамперо кон» Это значит «ломаться». То есть картошку они не нарезают, а отламывают вот такими кусочками. В результате в готовом блюде все вот эти вот неровности расползаются в кашу и придают дополнительную густоту блюду. Вот такие оригинальные вкусовые привычки. Что тут с овощами? С овощами все отлично. Смотрите, красота какая. Пора выложить протертые томаты. Можно, кстати, использовать и ложку томатной пасты. И перемешать. Сейчас 5 минут еще покипит и выложу оставшиеся ингредиенты. Пока нарежу колбаску кусочками. Спасибо спонсору за острые ножи. В смысле, за ножи. Ножи-то острыми, потому что я их точу все-таки. Так, 5 минут прошло. Давайте завершим процесс. Картошку сюда. Добавить немного сладкой паприки. Теперь чечевицу, колбаску и кипятка. Примерно так. Сразу же и посолю без фанатизма. И, пожалуй, добавлю немного черного перца. Вот так вот. И перца. Что касается приправ. Напоминаю, что чириза это и есть, по сути, приправа. Это очень-очень пряная колбаса. Поэтому, если вы ее положите много, то больше ничего в вашу кастрюлю, скорее всего, добавлять и не придется. Ну, разве что лавровый листик. Тут ведь как? Любите паприку? Кладите чириза побольше. Не любите паприку? Да не готовьте просто чириза, и все. Тушиться этому делу примерно 20-25 минут. Ну, может быть, полчаса. Это потому, что у меня чечевица такая, такого сорта, быстро готовящегося. Не уверен, что сегодня, для сегодняшнего рецепта, требуется делать отдельную вкладку с основными этапами рецепта. Ну, просто же все. Сами сообразите. Правда. Поэтому у меня перерыв, а вы можете пока полюбоваться видами Костабланки с высоты птичьего полета. И вот такой результат, в конце концов, я получил. Глядя на эту плошечку, ни один испанец не вспомнит кота Матроскина. Вернее, может, конечно, какой-нибудь упомянуть, что не только свежей кинзой, но и петрушкой нужно свежей посыпать. Но вот петрушки у меня сегодня не оказалось. Ну-ка, что у нас здесь? Это очень зимнее, очень насыщенное блюдо. Чечевица сама по себе дает такую сытность, плотность, а тут еще она очень сильно приправлена большим количеством пряностей, этими пряностями, которые содержатся в чарисе. Это очень испанское блюдо, такое по характеру. Напоминаю, что у меня сейчас на улице еще и вялится вторая чариса, та, которая будет засыровярена, вдуваемая холодными зимними ветрами. Готово. Та колбаса, сыровярная, будет минимум через 20 дней, даже через 30, наверное, я ее разрежу. Если не забуду, если вам это интересно, можно процесс разрезания будет снять и коротеньким таким роликом показать, что получилось. Или, может быть, с той колбасой приготовить какой-нибудь другой рецепт испанский. Наверное, так и сделаю, посмотрим. Да, ну и рекламировать так рекламировать. Для приготовления испанской чаризы требуется паприка. Паприка традиционно используется в Делавере. Это местечко в Астримадуре. Она растет только там, для нее испанское правительство этот самый пробило по закону этот доп. Ну, то есть продукт по происхождению определяется. Так вот, короче, эту паприку можно купить в Испании, а можно в России купить, рекламировать так рекламировать, в магазине Ем колбаски у Павла. Кстати, Павлу отдельное спасибо. Ну, или не морочите себе голову, а просто готовьте с очень яркой, хорошей паприкой, если она вам, конечно, нравится. Спасибо вам за компанию, спасибо спонсорам за поддержку, Самури за острые ножи, Павлу за пленку коллагенную, которую я сегодня не использовал. Спасибо отдельное тем, кто делает репосты этого видео и других видеоканалов, помогает каналу расти. Всем пока!